Многие говорят о том, что женский спорт только сейчас набирает популярность, только сейчас эта тема вызывает интерес. На самом деле это не так. На самом деле, вообще еще даже в Древней Греции существовали так называемые «игры-геры», в которых принимали участие незамужние девушки, и эти игры проходили за неделю до Олимпиады. Более того, даже Платон говорил о том, что женщины должны и обязаны заниматься спортом, даже таким, как метание копья из данных в лесницах и так далее. То есть, в принципе, я могу еще большое количество примеров на эту тему привести. Суть в чем? С тем, как начало меняться общество, начало меняться отношение к женскому спорту непосредственно. То есть, во время правления Наполеона он уделял большое внимание именно военной подготовке, так как считалось, что основные солдаты – это мужчины, соответственно, и физическая подготовка была важна для мужчин. И именно поэтому девушкам было предписано заниматься изящными упражнениями, так называемыми. То есть, от этого мы ведем отчет некоторого неравенства в развитии мужского и женского спорта. Опять же, почему это важно? Потому что, естественно, были и во Франции люди, которые с этим были не согласны. И в связи с тем, что первые женщины на Олимпиадах начали появляться только с 1900 года, существовало параллельное движение. Ее создала Элис Милят, она создала отдельную федерацию и стала проводить женские игры. И последние женские игры были проведены в 1934 году. Почему это важно? Потому что в пику именно этим играм, Олимпийские игры, начали активную деятельность по привлечению женщин к спорту. То есть, именно создание какого-то контрдвижения дало именно тот факт, что в Олимпиаде сейчас участвует гораздо больше женщин, чем их могло участвовать, если бы все сохранилось так, как есть. О чем сегодня, собственно, доклад? И о чем этот доклад? Это, на самом деле, презентация того, что мы делаем, чем мы занимаемся. Это наш большой проект, который называется «Женские летние игры». В целом, как бы, сам грандиозный проект называется «Женские игры». Это именно то, что закончилось в 1934 году и то, что мы хотели бы возродить, на самом деле. Потому что очень частая проблема как раз в том, что для женщин именно на любительском уровне делается достаточно. То есть, у меня, опять-таки, есть вполне практические примеры, когда делаются городские фестивали. И ты звонишь туда просто как участника, узнаешь, а будет ли женский баскетбол? И мне говорят, какой женский баскетбол? Нет, у нас только мужчины играют. Это реально фестиваль городской культуры, очень большой, привлекающий много людей и так далее. То есть, в городской культуре женского баскетбола нет. Ну, то есть, любительского, да, мы говорим о любительском, мы говорим о суперлиге, мы не говорим о заработках, профессиональных, мы говорим о просто любительском виде спорта. Дальше я звоню, значит, на очень популярную площадку, которая делает турнир, да, тоже по баскетболу. Я говорю, вот слушайте, ну, вот я хочу поучаствовать, можно я поучаствую? И мне говорят, ну, вы знаете, если вы присоединитесь к мужской команде, или вот, ну, если у вас есть своя, играйте с мужчинами. У нас, как бы, вот мы не делаем никаких различий для мужчин и женщин. Собственно, опять-таки, да, надо понимать, что, да, мужчины даже на любительском уровне играющие, это не то же самое, что на любительском уровне играющие женщины. И им банально даже бывает страшно. Ну, как человек, который начинал отыграть с мужчинами в баскетбол, мне кажется, не страшно. Но я понимаю, что банально, как бы, меня могут затоптать, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Это банально не в кайф, и банально тебе не дадут пас никогда. Ну, ты будешь бегать там вместе с ними, и, в принципе, да, пользу никакой не извлечет для себя. То есть вот эти все факторы, собранные вместе, в общем-то, подали мне идею о том, что надо действительно заниматься любительским спортом, надо создавать вот эти мероприятия именно для женщин. И они спрашивают, почему именно для женщин? А потому что никто не делает. Потому что, я говорю, в фестивале городской культуры нет женщин, турниры их нет, но вы же не собираетесь. Ну, то есть вот, и я, как бы, действительно создала свой проект, который называется «Вам спорт лайфстайл» именно для того, чтобы, как бы, вот таких ситуаций не было, да. То есть мы делаем, вот здесь, на этом слайде, в общем-то, указано все то, что мы делаем, во что мы верим, да. Здесь действительно о том, что женщина имеет право заниматься любым спортом, да. Но тут дело не в праве, а дело в возможности, да. И мы эти возможности создаем. То есть мы считаем, что можно попробовать любой вид спорта в любом возрасте, в любой комплекции, в любой изначальной подготовке. Потому что, опять-таки, я беру, да, там, например, из любимого баскетбола, но огромное количество девушек и женщин к нам приходят в возрасте, там, 35-40 лет. Почему? Потому что они в школе когда-то играли, потом у них случилась жизнь, там, или университет, да, они дальше не пошли по этой, там, карьере, они там сделали КМС, они не раздали на разряд, но они по-прежнему любят игру. И у них нет абсолютно никакой возможности играть, абсолютно никакой. Мы делаем так, чтобы эта возможность появилась, да, то есть мы создаем, там, школы, мы помогаем командам, то есть мы как-то их пытаемся развивать, принимать и так далее. Но существует одна очень большая проблема. Эта проблема называется потеря мотивации, да, то есть, опять-таки, если ты спортсмен, у тебя есть либо денежная мотивация, либо престижная мотивация, либо все вместе. То есть, соответственно, да, большие турниры, у тебя есть, ну, там, денежная компенсация и так далее. У любителей ничего этого нет, да. Сейчас очень модные, например, марафоны, да, почему люди так бешено тренируются под марафоны, под триатлоны и так далее. Потому что каждый, ну, опять-таки, вход туда достаточно широкий, да, и, соответственно, каждый может поучаствовать, но при этом каждый марафон – это какая-то ступень, наверное. Какая ступень может быть в игровых видах спорта на любительском уровне? Никакой. Ну, то есть, вот самый простой ответ – никакой. Потому что нет ни лиг, да, там, ну, есть какие-то дворовые лиги, да, и так далее. Но они, во-первых, так называются, что, в общем, мало стимулов в них играть, ну, честно, да, так говоря. Там клубы, там, не знаю, всероссийский фестиваль «Оранжевый мяч». Окей, я победитель фестиваля от дворовых команд «Оранжевый мяч». Ну, да, звучит достаточно комично. Нет, я абсолютно без какой-то критики, да, к тем, кто делает эти турниры. Они делают прекрасное дело, я знаю, как тяжело. Ну, просто сам факт, да, вот. То есть, для игровиков, ну, я, естественно, выступаю в психологии человека, который играет в игровой вид спорта, в командный, там, и так далее, да. То есть, важна планка, да, очень часто этой планки нет. И именно поэтому мотивация любителей, она прямо вот съезжает, да. То есть, человек вот, вот я просто наблюдаю, да, человек приходит супер радостный. «Я нашла баскетбол! Это прекрасно! Я играла в неё там со школы!» и так далее. Супер! Да, она начинает ходить, там, я не знаю, там, 4 месяца, всё. Едет мотивация, да, потому что она не понимает, зачем она тренируется. То есть, зачем? Ну, ходит, она классно, похудела. Замечательный тоже повод, да, заниматься спортом. Дальше что? Да? И именно для этого мы придумали вторую ступень, которая называется «Турниры». То есть, мы их постоянно как-то вот дёргаем этими турнирами, постоянно мы их мотивируем, чтобы они ходили, чтобы они по-прежнему были заряжены и так далее. Собственно говоря, ну, это, опять же, то, что мы делаем, да, женские турниры, приключения, называем женские команды. Приключения – это просто то, что мы делаем для консолидации вот этой активной аудитории, да, потому что мы понимаем, что это важно, очень важно находиться на определенных спортивных ретритах в кругу себе подобных, да, там, заниматься тем же самым, там, каякингом, рафтингом, чтобы тебя не подгоняли мужчины. Очень часто бывает, да, ты идёшь, там, на байдарках, вот, у нас тоже были такие случаи, да, но у нас там инструкторы мужчины, да, есть люди, которые первый раз сидели на этих самых байдарках, мужчина упилил на 13 километров вперёд, не оборачиваясь, будучи инструктором, да, ну, то есть, девушки за ним как бы как-то там пыхтели, плыли и так далее, им было тяжело, сложно, как бы ему было всё равно, он как бы ушёл своей дорогой. То есть, вот, чтобы такого не было, мы очень, как бы, аккуратно подбираем те активности, чтобы всем было классно, чтобы всем понравились байдарки, всем накачали себе мышцы в своём ритме, в своём режиме и так далее. Мне кажется, это тоже очень важный момент для того, чтобы спорт развивался, то есть, вот, создание этой атмосферы дружественности, да, ну, ты, как бы, никому не должна, но ты можешь, да, то есть, это, это, как бы, супер критичная история. Я чуть позже покажу короткое видео о том, как мы это делаем. Вот, Кира была на одном из мероприятий, в общем, этот ролик, он как раз об этом мероприятии, которое было, в общем, год назад, да. Подхожу к главному, да, что такое Women's Summer Games? Мы позиционируем его как женскую олимпиаду именно, да, это именно то знаковое, якоренное событие, которое мы хотим сделать для, там, всех женщин, которые занимаются любительским спортом во всём мире, да. Ну, звучит супер амбициозно, но, как бы, мне нравится ставить амбициозные задачи, там, делать какие-то амбициозные, как бы, идеи или проекты, да, потому что я, ну, для себя иначе не вижу способа это развивать, да, то есть нужно ставить какое-то очень масштабное соревнование, которое будет действительно всех собирать, всех стимулировать, да, и давать огромный толчок к развитию, потому что я, вот, опять-таки, вывозила несколько команд на международное соревнование, там, Германия и так далее, и люди, у людей просто раскрывался другой мир. Они действительно, во-первых, как бы, естественно, они начинали тренироваться, аллилуйя, аллилуйя, да, они начинали как-то, там, вообще, ну, то есть даже поездка в другую страну, ну, вот наших, в частности, женщин, как-то разворачивают немножко в какое-то такое другое направление, да, они как-то себя начинают самостоятельными единицами воспринимать и так далее, и так далее. Собственно, как, это фотография из Риги, да, о том, как это все проходило, мы выбрали слоган, он, может быть, он достаточно сложно переводится, да, он звучит «We are the new strong». Это по аналогии с, не буду врать, сериалом «Orange is the new black», да, то есть, да, оранжевый хит сезона. Ну, то есть, тут, как бы, речь о том, что мы, как сильные женщины, да, являемся новым хитом сезона, то есть быть сильной – это очень здорово. Ну, это если совсем примитированными терминами говорить, да. Значит, где мы решили это проводить? Мы решили это проводить в Риге, то есть мы в этом году уже провели, уже был первый у нас такой опыт. Почему Рига? Потому что Рига, ну, во-первых, это все-таки уже Европа, до нее легко добраться. Там очень, скажем так, дружественные и очень, скажем так, легкие на подъем чиновники, как ни странно, да, но они остаются чиновниками, да, со всеми плюсами и минусами, но, тем не менее, как бы, они очень этой идеей зажглись, и они, в принципе, готовы помогать и, как бы, всячески двигать это мероприятие, что очень, очень греет душу, да. Там, языковой барьер, опять-таки, хочешь на русском, хочешь на английском, да, что для российских участниц бывает очень критично. Прекрасные, вот у меня даже слов других нет, кроме как прекрасные площадки, восхитительные. То есть у нас, к слову, да, о том, что мы их позиционируем как олимпиаду, у нас соревнования проходили в Олимпийском центре, да, то есть это центр, как бы, где сборная, там, Латвии, да, тренируется. То есть, и причем это настолько доступно по цене, да, что, в принципе, не привлекая сторонних спонсоров на данный момент, мы себе позволили эти игры и, как бы, вообще были невероятно счастливы, да. И, опять-таки, с руководством центра очень легко общаться, да, они очень легко идут на встречу и так далее. Соответственно, как бы, мы вернулись из Риги в этом году очень заряжены, да, то есть мы абсолютно точно поняли, что мы хотим это делать и хотим расширять и виды спорта, и, как бы, программу и так далее. То есть понятно, что, ну, в этот раз у нас было такое гибридное путешествие, да, то есть у нас основной вид спорта был баскетбол, потому что я, собственно, у меня самая активная аудитория – это баскетболистки. Мы хотели добавить футбол, но, как бы, опять-таки, вот к вопросу об анонсировании, обо всем, да, то есть это очень рано надо ставить в календаре даже любительских команд. Это наш полурок. Вот, соответственно, футбол мы не смогли в этот раз соврать, но мы точно надеемся, что это произойдет в следующем году, да. То есть, на самом деле, по видам спорта мы вообще себя не ограничиваем, да, то есть нам хочется, чтобы их было по максимуму, от самых редких до самых распространенных. Во всё, чем могут заниматься женщины, в чём они хотят соревноваться, мы всё это хотим включить. Роллер-дерби – не исключение. Шахматы тоже, кстати. Ну, в общем, здесь о чём? Как мы это видим? Понятно совершенно, что спорт – это не основная, как бы, главенствующая идея. Спорт – это платформа всего-навсего. И вот на эту платформу мы, соответственно, хотим на этой платформе построить такой масштабный женский фестиваль или событие масштабное женское, да. То есть мы хотим включить туда и культурный компонент, да, там, различные показы, выставки, фильмы, что угодно, да. То есть мы тут открыты к предложениям, к слову. И, собственно, сам, как бы, момент эмпауэрмента, да, потому что, ну, это именно то, чем вот глобально занимается у нас спорт-лайфстайл, да. Мы не организаторы и не аниматоры мероприятий, да. Мы, ну, как бы, мы верим, что мы всё-таки занимаемся эмпауэрментом, потому что мы эту идею несем, да. Мы не просто организовываем досуг кому-то, да. Это не про досуг, это, на самом деле, про какую-то систему для того, чтобы женщины могли себя чувствовать собой, свободными, заниматься тем, что они хотят. И вот третий компонент именно как раз эмпауэрмент, потому что, опять-таки, важно, чтобы, как бы, вот эта уверенность определенная в себе, но, опять-таки, это очень узко, да, это очень узкое понимание эмпауэрмента, но на русский в целом сложно этот термин перевести, да, то есть какие-то тренинги, какие-то мастер-классы, да, которые, вот, ну, такие, не как носить юбку в пол, да, как, да, ну, правильно себя позиционировать, там, какую-то публичную речь, все то, что может, в принципе, помочь женщине, как бы, себя как-то нести в этом мире чуть более раскованно и уверенно, да, что бы это ни было. И, собственно говоря, да, вот эта основная идея о том, что наши игры – это про эмпауэрмент, а не про соревнования. Да, есть очень хорошая цитата, которая, опять-таки, очень слабо переводится на русский, но я попробую. Она говорит о том, что девочки соревнуются, женщины помогают друг другу, да, то есть они друг друга делают сильнее. То есть как раз мы за то, чтобы не соревноваться, да, да, соревновательный элемент, но это как бы элемент игры, да, который вот всегда, как я говорю, бурлит кровь, там все играет, то есть это классно, да, вот эта игровая составляющая, но глобально это про эмпауэрмент, конечно, это не про то, что мы соревнуемся с друг другом, мы выдираем друг другу волосы, да, то есть вот это банальное представление. Ну, вот тут, соответственно, важные для нас тоже моменты о том, как вы можете помочь, каждый там из вас, да, каждый, кому понравится эта идея, соответственно, это участие, да, если у вас есть команда по любому абсолютно виду спорта, вообще неважно, у нас нет ограничений, да, и вы хотите участвовать, да, вы хотите принять в этом участие, вы хотите своим участием помочь развитию этих игр, да, потому что без видов спорта оно, ну, как бы, это так и останется турниром неким. Пожалуйста, связывайтесь с нами, там, как бы, выражайте свои желания и так далее. Расскажите о нас, ну, соответственно, чем больше людей знает об этом проекте, тем лучше он становится, да, тем больше вариантов, что мы это действительно будем делать не на каком-то очень узком уровне, не на самоокупаемость, а то, что действительно это привлекает и, там, и спонсоров, ну, как бы, без них очень тяжело это, конечно, все сделать, да, ну, и спонсоров, и медиа, опять-таки, то есть если люди об этом будут говорить, об этом будет говорить и медиа. Если об этом будет говорить медиа, это уже выходит абсолютно на другой уровень. А нам важно, чтобы об этом говорили, правильно? То есть как о любом профессиональном спорте, так и о любительском самое худшее, что может произойти, это замалчивание. Ну, и третье, станьте волонтером. Ну, это действительно очень важно, потому что на данный момент, как бы, я практически одна делаю вот это вот все, да, то есть, естественно, мне тяжеловато приходится, да, поэтому если есть люди, которые вообще могут хоть какую-то лепту внести в организацию игр или, там, допустим, помочь мне в целом заниматься вам спорт-лайфстайл, то я буду крайне благодарна, и на самом деле, мне кажется, это классная возможность какого-то профессионального развития тоже, потому что, опять-таки, я неуклонимо верю, что этот проект вырастет во что-то очень большое. Вот, и, соответственно, те люди, которые со мной по этой дороге пойдут, они, в общем, как бы, сделают это вместе со мной, они станут причастными к чему-то очень интересному, как мне кажется, и очень важному. Соответственно, спасибо вам большое за внимание. Вот, в принципе, я готова вопросы выслушать любые и так далее, и могу потом сделать очень красненько по американскому футболу сказать очень красненько историю. Но сначала я готова, как бы, по играм ваши комментарии выслушать. Да? Здравствуйте. Мы говорили про лепетинские игры. Да. Ну, то, что у вас, например, есть команды по игровым видам спорта. Да. Ну, то есть, они, как бы, собираются играть между собой, но при этом, как бы, у них нет стимула там. Да. Вот, и, насколько я знаю, есть футболистские волейболы, есть футбольные. Да. Вот почему? Ну, они же, да, ну, как бы, не вопрос. Они с LVL есть, правильно. Там сколько команд женских? 84. 84, окей. Для них что? Нет, это прекрасно, это очень здорово. И как раз, ну, волейбол, вот я, кстати, хотела сказать, что это один из видов спорта, который оказался очень не гендернозависимым, да? То есть, там очень активно развязываются, что мужские, что женские, что миксты, что очень интересно, да? То есть, это очень классная история. Но, опять-таки, что является высшим достижением в LVL? Взять кубок в Москве? Например, выиграть в Группе. Да, выиграть. Ну, это московский кубок. Ну, смотрите, например, есть у нас три, ну, четыре линии. Да. Больше, мы сейчас, вот, суперлига, это высшая лига, первая, вторая, третья. Да. То есть, если команда заявляется, она начинает с третьей линии. Не вопрос. Ну, это классное развитие. Нет, это то, что уже существует, это супер. То есть, там, продакция очень такая, там, стыковые матчи, то есть, практически может команда за год подняться, там, вот, но с третьей линии. Есть, там, кубок UEFA, да, там, есть российская суперлига, но при этом есть олимпиада, да, то есть, олимпийское золото, оно, ну, как бы, если я все правильно понимаю, в спорте, ценится выше, чем любое достижение, как бы, ну, там, да, вот этих лиг. Я, ну, то есть, я понимаю, как это звучит, это очень высокомерно звучит, я не хочу так звучать, да, это не об этом, просто я о том, что, как бы, я с удовольствием, как бы, делала бы так, чтобы женские команды из разных стран между собой соревновались именно в таком знаковом любительском мероприятии. То есть, это же круто, что люди действительно тренируются, и они вот эти лиги выигрывают, и они на определенный уровень становятся, то есть, мне от этого только отрадно. Я говорю, я смотрю на волейбол, на то, что делают вот эти волейбольные сообщества, это вот здорово, это правда здорово, но, опять-таки, им же тоже стимул, как бы, условно, выше не помешает. Понимаете, у нас, например, суперлига, первая команда, это профессионалы практически, это бывшие профессионалы, либо там люди играют, например, в первой лиге группа В, там, ну, разные, то есть, у нас много профессионалов, то есть, и причем есть и такой стимул. У нас команда, Гретки, которая недавно играла во второй лиге, они поднялись там, ну, в первой лиге они несколько лет сидели, потом они когда поднялись, ну, церковь, ну, они вылетели. Они вышли в суперлигу, играли в финале четырех, в соревнованиях, то есть, команда практически собрана голосуется. Ну, это, опять-таки, это суперпрекрасно. То есть, если их заинтересует, опять-таки, уровень международный, ну, то есть, мы говорим о том, что существует внутри Москвы, правильно? Наверняка командам интересно встречаться с такими же девушками и женщинами из других стран, правильно? И, соответственно, для этого нужна точно такая же площадка. Одно другому абсолютно не противоречит, а наоборот способствует. То есть, просто, ну, условно говоря, в баскетболе такого нет в любительском. Потому что если это есть в любительском волейболе, это восхитительно просто, я еще раз повторюсь, это восхитительно. И я буду только рада сотрудничать с этими лигами, да, там, он тоже рассказывает про такое мероприятие, и чтобы у нас там в этом году, там, в следующем, да, был волейбол. И там была такая заруба, что показали по всем ютюбам, и просмотров было два миллиона, да, в общем-то, больше, чем на всяких баттлах и так далее. То есть, ну, серьезно, чем выше уровень, да, тем круче состязание, тем круче само мероприятие. То есть, я противоречия здесь абсолютно никакого не вижу, а я вижу, наоборот, классную тенденцию. Но, опять-таки, такая тенденция не во всех видах спорта, и не везде. И чтобы это выровнять, да, и чтобы эту мотивацию в каких-то видах спорта выровнять, мы делаем то, что мы делаем, да, вот с этими играми. То есть, опять-таки, никто не воспрещает вам сказать, что, ну, знаете, мне это неинтересно, мне интереснее в суперлиге в Москве сыграть. Не вопрос, да, но есть люди, которым будет интересно и то, и другое, и возможности будут. У нас как бы есть возможность такая, допустим, появиться в ЛВЛ, потом уже проявить себя, например, посмотреть. Это хорошо, это хорошо, да. На уровне выглядят, например, какие у нее перспективы, как она выглядит. То есть, у нас практически, например, все там понятно. Ну да. Кто слабеет, кто сильнее. Ну да. Ну, а вот видите, а если они на игры приедут и разные будут команды, там не все так предсказуемо. Опять-таки, да. Вот, поэтому, ну, с удовольствием жду волейболисток к себе, в гости, в личные сообщения и на личные встречи, потому что, ну, мне безмерно интересно, чтобы волейбол как бы был, да, в программе. Потому что это, это классно, естественно. Я сама вот в определенный момент играла в волейбол, вот, и продолжаю там периодически в него играть. Мне, мне персонально этот спорт очень близок, поэтому я вас очень понимаю. Я еще раз, здорово и удачи ЛВЛ, то есть я об этой лиге много слышала. И вам конкретно, и в вашей команде. Нет. Еще вопрос вот мне. Да. Вот, по поводу того, у вас очень, ну, как бы, вы приглашаете людей на баскетбол, на баскетбол, на баскетбол. У вас просто очень высокие цены за тренировки. Почему так? Объясню вообще легко. Очень легко, да. Я бы с удовольствием сделала тренировки, если не бесплатные, то близко к бесплатным. Проблема крайне банальна. Цена диктуется стоимостью аренды площадки плюс, плюс. Риск заложенный за счет того, что люди ходят очень нестабильно. Да, то есть, ну, есть определенная математическая выкладка. Точнее, определенные математические реалии, которые заключаются в том, что более-менее зал не с кривыми полами сейчас в Москве стоит 2000 рублей и выше. Да, это зал, ну, мы говорим не о зале уровня хорошей. Мы говорим о школьном зале, в котором нет разбега, ни для какого вида спорта с мячом, да. Дай бог, говорю, что там не будет дыр, и дай бог, что охранники не будут тебя выгонять там в 21.01, да. Соответственно, да, чтобы нормально тренироваться, это 4000 рублей, да, за два часа. Что-то многовато. Ну, это, ну, в принципе, открытые все данные, зайдите там на сайт по аренде спортплощадок. Ну, мы же тоже пытались договариваться, да, они все, ну, любая, практически любая школьная площадка, они не идут ни к уступке, они либо, как бы, дают определенный прескурант, в котором это зафиксировано, и они говорят, что мы не можем идти ниже этого прескуранта. Это первый, да, момент. Либо, как бы, ну, есть какие-то более другие схемы, которые равнозначно неудобны, если ты физическое лицо, то есть там они требуют заключения договора с физическим лицом, ну, то есть это все вот эти технические моменты. Но, как бы, данность есть, да, ниже двух тысяч, вблизи метро, я уже не говорю о центре Москвы, нет ничего, ну, нет ничего, и это только аренда, да, то есть, чтобы разделить эту аренду 4 тысячи рублей на 10 человек, это уже 400 рублей получается, да, сюда мы включаем тренера, да, который либо берет фиксировано, либо берет с человека. Тренеру тоже нужно на что-то есть, да, и на что-то пить, соответственно. Это вторая стоимость, которая сюда накладывается. Третья стоимость, которая сюда накладывается, это стоимость по привлечению участников, которые тоже, как бы, ну, это там определенная реклама и так далее, да, я могу сказать совершенно точно, что вот на школах, когда, как бы, вот они у нас были, да, мы ничего не зарабатывали абсолютно, то есть это, ну, настолько подзарабатывали, я имею в виду даже малейший плюс, который мог упускаться в развитие в дальнейшем, то есть там ничего не было, да, положенного, как любят говорят, в карман. То есть это, на самом деле, очень печально, потому что нам бы хотелось это делать, да, действительно доступным, чтобы это не стоило каких-то... И вариантов только я могу сказать. Да, я готова пообщаться на эту тему после выступления с удовольствием, да, если у вас есть варианты, я только за. Как в волейболе это развивалось, ну, вот, например, у нас есть, как бы, окружные соревнования по волейболе, то есть это со спорткомитетом какого-то определенного района заключается, ну, там, как бы, мы говорим так, мы выставляем команду, например, окружные соревнования, то есть они нам предоставляют зал, бесплатно. Ну, они предоставляют зал под соревнования или под тренировки? Под тренировки, то есть команда может соревноваться в течение года, бесплатно. Ну, это одна команда? Ну, неважно, то есть, может, люди приходить там с улицы, и их, как бы, наша задача, они как бы, вы, главное, у нас соревнования, вы нам организуйте там вот, например, окружные соревнования, там, ну, прописка должна быть, ну, вот, как бы... Соответственно, районная. Не районная, окружная прописка, а два регионера могут быть, а приходите заниматься просто кто угодно может. Ну, это как вариант, да, ну, вот, допустим, у меня только пара таких связей, и могу сказать, что это достаточно сложный процесс, то есть, круто, что у вас получилось, вот, мои, как бы, наработки, да, максимум позволяют проводить бесплатные турниры, да, потому что это история, которая интересна и префектуре, да, и нам, да, то есть я могу, имею возможность делать бесплатный турнир в хорошем зале в центре города, только потому, что у префектуры это стоит где-то в плане, да, других возможностей. Возможности этого сделать нет. Плюс, более того, да, если говорить о болях, да, и о залах, то, когда я прихожу, там, в какой-нибудь зал в учебном заведении, да, и вижу там тоже раздолбанные полы, ну, в принципе, не очень плохое, как бы, не очень плохие, там, кольца и так далее, и говорю, ну, давайте, вот, как бы, ну, 2 500 я могу максимум заплатить, но мы возьмем у вас, там, 10 часов, например. Мне говорят, что, ну, у нас цена 6 тысяч в час, и они, как бы, ну, то есть они абсолютно серьезно, как бы, говорят, что вот у них такая ценовая политика, и они ниже никак не идут, потому что они уверены, что вот именно в этот зал к ним придут люди и оплатят эти суммы, а придут, знаете, кто, корпоративные, как бы, ребята, то есть, которым все равно, и которые, как правило, будут спонсировать мужскую команду, как правило. Ну, вот, я могу сказать потом, какие там есть, вообще, в принципе, ну, это просто, да, футбольная команда. Сейчас проблему несколько выиграть во футболе. Поняла, ну, мы можем потом, да, тоже пообщаться на тему. Вот, то есть я примерно представляю про лебедицкую футбольную лигу нашу женскую, вот, допустим, у нас там летний кубок был, там завелось восемь кого-то, вот, ну, тут восемь исходит, а у нас того лета было восемь, вот, ну, как бы, сейчас на осеннем, вроде, обещают тридцать, но окей. А про баскетбол у меня вопрос просто возник, вообще, есть какая-то баскетбольная лига в Москве? Ну, есть ЛБЛ, есть лига по названию «Москвичка». Проблема тут в чем, да, то есть, проблема следующая. Есть неравенство в уровнях, да, то есть люди, которые, КМС, и люди, которые даже в студенческой сборной играли, это не те же самые люди, которые приходят к нам на тренировки и хотят чего-то достичь. И участие, скажем так, в соревнованиях, где хотя бы даже один есть легионер, у которого есть КМС или там разряд, сильно демотивирует. Супер сильно демотивирует. Разница большая. Огромная. Ну, то есть один КМСник может при, скажем так, грамотном построении игры сделать игру. А то и весь турнир. У нас второй лиги КМС, это ничего не значит. Ну, видите, это разница, возможно, это разница в технике, да, то есть, возможно, мы там не будем погружаться в детали, да, но это разница в технике, как бы, игры, да, что, что там у волейбола немножко другие нюансы, нежели у баскетбола. Да, у баскетбола очень технический. Баскетбол может пройти все. Он супер технический, да, ну, как бы, как все, в принципе, виды спорта, но там, конечно, куча, куча разных нюансов, которые имеют большую роль. И вот, скажем так, да, там, многие, как бы, приходили ко мне с идеями именно, вот, там, сделай, там, лигу и так далее. То есть тут очень сложно, опять-таки, про вход, да, придумать. То есть я не хочу демотивировать тех, кто ходит сейчас в школы, с нуля занимается, да, я говорю, женщина, которым, там, 35, например, я не хочу демотивировать, зачем мне это нужно. Мне интереснее, если она в наших, да, пусть они, пусть в наших турнирах, там, мало КМС, там, не забрасывают сверху, да, но я просто вижу, как люди растут. И это просто для меня огромный символ, потому что вот у нас как раз, когда я начинала все, там, 3 года назад, да, у нас была разрозненная команда из 10 девочек, которые, ну, прям, мяч вели двумя руками, там, в большинстве своем, да. Сейчас у нас есть команды, которые мотивированы заниматься только за счет того, что они хотят побеждать в турнирах. Вот даже вот в наших, да, и, соответственно, скажем так, я бы с удовольствием создала какую-то параллельную лигу любительскую, да, вот параллельную москвички, параллельную лигу МБЛ, просто у меня, ну, физически нет на это времени. То есть то, что мы делаем, мы делаем, например, сейчас турнир, который будет длиться с сентября по декабрь, и потом весенний период. То есть это самое первое приближение к лиге, да, именно любительской баскетбольной. Ну, и это то, что, как бы, я посчитала нужным сделать, действительно, потому что нужно как-то, народ, чтобы регулярно играл, что, опять-таки, им было к чему стремиться, а как бы вишенкой на торте, это как раз...